Подружки, привет и добро пожаловать на мой канал! Не успела нас с вами пройти радость и восторг от того, что мы узнали пол будущего малыша, как пришло время делать наш первый скрининг. Именно сегодня этим мы с вами займемся. Если кто-то по каким-то странным, мистическим причинам не видел до сих пор видеоролик, где мы с мужем объявляем пол нашего будущего малыша, но я не знаю, может быть вы шли, упали, потеряли память, оказались на необитаемом острове, вас отключили электричество, интернет на 9 недель. Короче, вы пропустили видеоролик, пожалуйста, по ссылочке в описании видеоролика или здесь наверху идите посмотреть этот видеоролик, дабы узнать пол нашего будущего малыша. А сегодня мы с вами поедем в 17-й роддом к доктору Каштановой делать первый скрининг. На самом деле 17-й роддом это не моя типичная консультация, в которую я отправляюсь на свои обычные осмотры и приемы к гинекологу. В 17-й роддом я еду исключительно и только к доктору Татьяне Каштановой. Она просто изумительный узист, и я помню по своей первой беременности, я к ней ездила несколько раз для того, чтобы делать УЗИ. Также я узнавала именно пол первого моего ребенка, именно у доктора Каштановой. В случае с этим котенком, когда я была беременна, свои скрининги я все делала в Риге. Просто потому, что там был мой основной гинеколог, который также отправлял меня в роддом. И каждые три месяца мы ездили в Ригу и делали, собственно, скрининги. В этот раз из-за пандемии такой ситуации не может произойти, и мы привязаны к Санкт-Петербургу. Поэтому я, вы уже знаете, встала на учет именно здесь, и свой первый большой скрининг я поеду делать как раз-таки к доктору Каштановой. Не менее малейшего понятия, как пройдет весь процесс и позволит ли мне вообще хоть что-то сегодня снимать. Но процесс там следующий. Все комплексом делается сразу. Первым делом я сдаю кровь. Пока кровь проходит скрининг и готовится результат анализа, я отправляюсь на УЗИ, и там, собственно, тоже выдается результат. Приблизительно где-то через час я получаю все вместе, и с готовым результатом я сразу же могу отправиться к гинекологу для того, чтобы записаться на прием и, в общем, чтобы она посмотрела этот результат. Изначально я планировала сделать УЗИ только у доктора Каштановой, потом поехать в свою гинекологию и там сдать анализ крови. В этом случае самое главное – это сделать как можно ближе по времени, то есть чтобы анализ крови и УЗИ были сделаны максимально близко. Ну, и, понятное дело, желательно в один день. Но так как в 17-м роддоме мне предложили сделать весь скрининг сразу комплексом, то есть если, например, ты делаешь только УЗИ без анализа крови, это стоит 4 с копейками тысячи рублей, а если ты делаешь все вместе, то это стоит 7 тысяч тоже с какими-то там копейками, и ты этот результат, как я уже сказала, получаешь в течение приблизительно часа. И мне показалось, что это намного удобнее. То есть мне не нужно 10 раз съездить туда-обратно, сдавать одно в одном месте, другое в другом месте, ну и, в общем, все это быстро, удобно и ровно так, как мне нужно. Все, подружки, хватит болтать. Буквально через полчаса мне выезжать. И, слава богу, что сегодня Арт сможет остаться с Рэмом, поэтому я спокойненько могу отправиться, сделаю все без лишней спешки, и, в общем, мы с вами займемся нашим важным делом. Так, все, подружки, мы с вами погнали. На улице, слава богу, немного теплее, уже чувствуется, что приходит весна. Так что настроение от этого еще лучше. Да и вообще, настроение у меня крутое, потому что за первый день ролика нашего про объявление пола ребенка просмотров 25 тысяч. Всего лишь за первый день. И столько ваших поздравлений, и столько добрых слов, и всего классного, что вы мне написали, я прям в полном восторге. За это вам отдельное спасибо, за все-все ваши слова, за то, что вы вот прям так радуетесь за вашу семью. Но в целом, мамочки, в целом ролик получился на самом деле очень классным. Вы знаете, что у нас там был фейл, концовку видеоролика такую никто не ожидал. Когда я снимала, я прям расстраивалась так, что просто ужас, поскольку, ну, сразу в голове миллионы мыслей все это переснимать. А вот весь дом этих бумажках конфетти. Но по итогу мы решили оставить как есть, настоящая жизнь. Вот как у нас получилось, так мы, в общем, и будем показывать вам. И получилось по итогу очень-очень классно. Так что, подружки, спасибо вам большое за вашу поддержку, ваши добрые слова и все-все ваши поздравления. Так, подружки, я наконец приехала на две минуты опаздываю. В целом, мне сказали к полу второго приезжать. Не то, чтобы там прям конкретное время. Конкретное время у меня в два часа УЗИ. А все остальное нужно сдать кровь. Поэтому я сейчас бегу. Это территория 17-го роддом. Ехать, конечно, дофига далеко. По времени не так долго. Но в целом, когда ты едешь все время по ЗСД, кажется, что ты едешь бесконечно. Эх, ну ладно. Прям не терпится скорее. Скорее, скорее. УЗИ. Интересно, а там с руки можно сделать 3D? Вот что мне еще интересно. Посмотрим. Так, пупсики, кровь сдала. Было очень смешно. Несестра, которая брала у меня кровь, говорит мне, а что за палка? София говорит, да нет. Ютуб-канал снимаю. Вот так мы и снимаем. В целом, я просто обожаю этот 17-й роддом. По крайней мере, вот их поликлинику. Потому что здесь, вот кому не обратись, все очень крутые. Еще когда у меня брали кровь, медсестра мне говорит, а что это у вас тут рука красная? Я говорю, я натерла. Они говорят, а что натерли-то? Я говорю, ну потому что у меня кофта черная. Я увидела, что у меня там волокна от кофты остались. И чтобы вы не подумали, что я как-то грязнула, я вот натерла. Она мне смотрит. Она говорит, да. Первый раз такое вижу. Я говорю, ну, всегда. Все бывает в первый раз. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, подружки, все. Мне все отдали. Все бумажки отдали. В общем, генетик кровь посмотрел. УЗИ сделали. Все идеально. Все для возраста срока, как полагается. Никаких отклонений. Вообще ничего. Все в норме. Так что, подружки, ожидаем еще одного классного и очень здорового ребенка. УЗИ доктор все удивлялась и радовалась тому, насколько все хорошо видно, какие ткани, какой мозг, какая голова, какое лицо, я не знаю, там, желудок, легкие сердца. В общем, все было действительно очень круто видно. Малыш себя вел просто прекрасно, давал все посмотреть, померить носик, шею, в общем, все необходимое, что в первый скрининг нужно посмотреть. Мы посмотрели, мы даже немного посмотрели 3D, но там он, конечно же, больше похож на, не знаю, из космоса на чужого, нежели чем на маленького человека. И мы договорились, что мы еще в 16 недель сделаем дополнительные УЗИ для того, чтобы сделать еще и 3D-картинки. Ну, чтобы как-то отслеживать, как малыш развивается, и чтобы посмотреть на личико, его черты, и потом уже сравнить с его реальным личиком, когда он родится. Ну, ровно так же мы делали и с Рэмом. Вот, еще подружки. Наши две картинки, которые у нас получились в 3D. Ну, она совсем у нас такая смешная. А вот здесь вот внизу наша головушка. Ну, тут больше похоже уже на человечка. Пока 2D более интересно на самом деле. Но, в любом случае, самое важное, что никакие генетические отклонения, болезни и так далее у малыша не выявлены. Он здоровый, все хорошо. И в целом первый скрининг мы прошли на ура. Я, конечно, всегда такая, знаете, на позитивчике. Но сейчас уже, когда скрининг прошла, можно, наверное, уже сказать, что на самом деле я дико волновалась. И перед любым вот таким вот УЗИ, процедурами и тестами я всегда жутко волнуюсь, что вот сейчас, что в беременности с Рэмом. Просто потому, что действительно хочешь, чтобы с малышом все было в порядке. И, ну, в общем, изо всех сил надеешься, что все будет хорошо. И результат он действительно будет позитивный. Поэтому всегда перед этими скринингами и тестами, в общем, не думаешь ни о чем плохом, настраиваешься на позитивный лад. И вечно как бы говоришь о чем-то таком поверхностном, ну, типа из серии, там, интересный 3D. Получится ли сделать или еще что-то, там, что видно, что не видно. Полребенка и так далее. А на самом деле это, конечно же, скрывает большое волнение мамы, которая переживает за то, чтобы все было в порядке. И, кстати, когда мы вот, только я легла на УЗИ, доктор меня спросила по поводу генетических тестов, всего прочего. Я сказала, что да, мы делали, мы уже знаем пол нашего малыша. Она говорит, а ты полный делала? Я говорю, нет, не полный, только пол. Она говорит, а чего полный тогда уже не сделала? Надо было полный делать, он более показательный, чем на самом деле скрининг. Потому что я ответила, ну, мы с мужем в целом-то решили, что мы ребенка оставим в любом случае, это будет наш малыш. Несмотря ни на что, поэтому мы не видели смысла делать этот анализ и как бы что-то там проверять. Вот, она говорит, а, ну, все, значит, все хорошо, все понятно, все отлично, но, говорит, в любом случае волноваться не нужно, потому что ребенок у вас, правда, просто превосходный, все супер, все так, как нужно и все хорошо. Вот, поэтому, фу, все, могу выдохнуть и уже постфактум вам действительно сказать, что я очень-очень переживала, очень нервничала и огромное облегчение и радость, что действительно у нас все, подруги, хорошо, класс, пока.